Сейчас на этой стройплощадке тишина, молчит и техника ждут, как дальше будут развиваться события и местные жители. В начале июня, когда здесь начали забивать первые сваи, актив микрорайона забил тревогу и стал на защиту зеленой зоны и одного из главных достояний курорта – минерального источника Мацесты. За поддержкой сочинцы обратились к району властям. Оказалось, что на строительство здесь чего-либо никто никаких разрешительных документов не выдавал. «Собственником является земельного участка Новикова некая. Соответственно, проверку мы проводили уже неоднократно. Разрешения на строительство отсутствуют по данному объекту. Соответственно, администрация района направлены письма в прокуратуру города, в госстройнадзор, в земельную инспекцию, в отдел полиции, в УВД города и в том числе и в ФСБ». Однако, несмотря на отсутствие разрешительных документов, в интернете уже появилось объявление о продаже квартир в доме, который планируется построить на этом участке. Застройщик в зоне G1 особо охраняемой хочет возвести 12-этажку. В агентствах недвижимости уверяет, что дом будет сдан. Название жилого комплекса «Театр» застройщик взял, видимо, из-за строения, которые раньше находилась на месте стройплощадки. Здесь был летний кинотеатр. Кстати, по словам местных жителей, стройка захватила и часть зеленой зоны. «Мы, конечно, боремся и силами Совета ТОС, и общественности, и привлекая домкома в ближайших домах. Люди выходят, люди понимают, люди сами проявляются на СТУ, не допуская это строительство. А то, что у нас есть партии, особенно КПРФ, которые до выборов дремлют, а потом начинают проявлять активность и на каких-то таких вот моментах зарабатывают очки, то есть выходя и созывая народ и говорят, что мы остановим, мы сделаем. То есть до этого выхода Васильевой компании все было уже решено, и технику они вывезли. То есть здесь основную роль сыграла администрация района и наш актив». Сочинцы совместно с администрацией района намерены до конца отстаивать и эту зеленую зону, и источник минеральной воды. Тем более, что муниципалитет еще год назад принял решение разбить здесь сквер. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.